Сегодня мы должны читать пять высоких историй, соответствующие буквы имени Священ Бен, чтобы остался у нас нефть с наступающего шаббата. Мы это прошли в прошлом году в Ленчмат-Румолохай. Я знаю, что двери тоже были Ленчмат-Колин, в Терем, Насахат-Месер, Уфат-Месерай, Уфан-Шама, Хай-Серба-Тамара. Говорит Нави дальше. Мы с вами пропустили Нави, но Нави говорит дальше так. То есть, это женщина, Рахав, у которой еврейские разведчики остановились во время Его Шуа. Два разведчика. Кто это были? Это были Калев и Пинхас. Тебе Хахами объясняет, на самом деле, то, что написано в пророке, в Тицпино, и она его покрыла, что Пинхас, он был сам, мог становиться невидимым. Поэтому нужно было скрыть только Калева. Поэтому говорит она ему так. И слышали мы, и оробело сердце наше, и ни у кого не стало уже Духу противостоять вам, ибо Бог Всесильный ваш, Он Всесильный на небесах, вверху и на земле, внизу. Всесильный на небесах, вверху и на земле, внизу. Так она говорит, что мы уже чувствуем, что мы ничего не можем сделать. Говорит Раши, что значит, что у нас нету, не стало уже Духу противостоять вам, что даже человек уже не имел связи со своей женой. Даже для этого у них сил не осталось от переживаний, что вот скоро евреи придут и захватят нашу землю. Теперь она говорит, теперь же поклянитесь мне Богом, что как я оказала вам милость, так и вы окажете милость дому отца моего. И дайте мне верный знак. Сейчас посмотрим, говорит Раши. Дайте мне знак, что это за знак, что когда вы придете и захватите город, вы этот знак распознаете, и вы оставите меня и мою семью в живых. Дальше говорит Нави. Дальше. И они ей сказали, сказали ей те люди, да умрем мы вместо вас, если только не расскажете вы об этом нашем договоре. И когда Бог даст нам страну эту, то поступим мы с тобой милосердно и по правде. Они говорят, что мы сделаем, мы оставим тебя в живых, если ты не расскажешь, о чем мы с тобой договорились. Дальше говорит Нави. И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и в стене жила она. То есть, стена, которая была, окружалась этот город, была одной из стен ее дома. И она по веревке их спустила вниз, и они отправились обратно. Теперь говорит Нави. Что это за веревка? Объясняет Нави. Теперь были люди, которые, она была блудницей, приходили к ней напрямую, не стеснялись. Были те, которые стеснялись, как они приходили через окно по этой веревке. Им стыдно было. И здесь она говорит, Бог, вот с этой веревкой я согрешил, а сейчас я раскаиваюсь. Вот с этой веревкой я делаю мецу, я их спасаю, и спаси меня и мой дом. А вот вы же переводили блудница как продавщица, правильно? Это одно, да, Тов, это одно из объяснений. То есть, она только была продавщицей, но не была... Тов, раньше объясняет, что обрешение, но в основном понятно, что она была блудницей. Дальше. Кто именно сегодня, это... Когда бы Йошо не женился, вы знаете? Да, Тов, Тейли. Сюда она была. Она раскаялась, Тейли. Семьдесят третья глава говорит Давидом Элис дальше. Так, мы начали его на той неделе. Теперь продолжаем. Прошли пять пстуким, сегодня шестой. В этом Тейлине, как мы сказали, идет, обсуждается вопрос о праведнике, который бедствует, я злодеи, который благоденствует. Шестой пстук говорит здесь так. Поэтому, как ожерельем гордыни они украшаются, в одежде насилие обликаются. Лахен говорит, Раши ба-бурше они сурим ба-им алейхем, хе-э, он никам, хагава ла-алот аль-цаварам, гасута руах. Он говорит, так как эти злодеи, у них все хорошо, и они не мучаются, они поэтому украшают себя гордыней, как сказал Давид Амелех. И тем, что они грабят и делают насилие, это разжиряет их. И поэтому они полняют, дальше говорит Давид. Я ца михелев анему, а вру москиот левах. Заплыли глаза их, сердца жиром набиты. Что это? Говорит Раши. От того, что они жирные горды, уже глаза у них выпучиваются. А вру москиот левав, от ютар мимаши лебам мияхел. И то, что ему сказали, что у них сердце зажирело. И оно такое жирное, даже больше, чем само это сердце бы хотело. Дальше говорит Давид. Глумятся о грабеже и злодействии, говорят. С высока обещают. Что значит? Они глумятся, они унижают своих друзей. Что значит? С высока они говорят. Они говорят, кто Всевышний? Кто такой Всевышний? Дальше говорит Давид. Обратили против небес уста, а язык их разгуливает по земле. Говорит Раши. Это богатые говорят, да? Да, это богатые, у которых все хорошо, и они богатые, и грешники, и так далее. Говорит они здесь так. Здесь нет Раши, но они объясняют так. Обратили против небес уста, а язык их разгуливает по земле. Мало им, что они говорят злодейские вещи про Создателя, они еще стараются распространить свои взгляды по всей земле, чтобы другие начали грешить, и их злодейство стало бы нормой поведения. Это Аршех писал, когда 500 лет назад, сегодня мы увидим то же самое происходит в Америке. Что вот это ненормальность, что не нужно мужа и жены, и так далее. Хотя, чтобы это было нормой поведения. То Лахенеш, дальше он говорит. Десятый послуг. Так как народ видит, что путь этих злодеев хорош, они начинают становиться злодеями тоже. Что это, как здесь перевели, выжимает... Они вновь и вновь наводят ужас на народ, выжимают из него соки. Вот эти соки, выжимают, это имеется Деврей Тора. То есть, Деврей Тора, кажется им, вот этот сок, который выжили, немного там, сколько можно столько выжить уже. Вот это кажется, что они это не слишком, не очень важное. И не дай бог, из-за этих злодеев другие тоже начинают пренебрегать словами Торы. Как объясняет здесь, обратили против небес уста. Не исключено, что правильное чтение полагает, что уста их на небесах. То это кто видит на сегодня. Да, это неправильно, когда молодые встречаются перед свадьбой. Три-четыре, да, правильно, они решили, но должны жениться. То это кто видит на сегодня. Мишна на сегодня трактат Гетин. Первый, между мы пришли, Мишна говорит так. Человек, который дал своей жене Гет, передал через посланника. Пока посланник до нее не дошел, он может свой Гет отменить. Но как только он передал ей, этот Гет не отменяется. Но вторая Мишна говорит так. Вначале, муж, который послал этот Гет своей жене, а потом решил отменить. Собирал Гетин в любом месте и потом отменял. Говорил, нет, я больше не хочу с ней разводиться. Он в одном городе, она в другом городе. Теперь. Рабан Шимон Бен Гамлеел повторил, что больше так не делали. Почему? Поэтому Рабан Гулеел сказал так. Что получается? Посланник несет этот Гет и он отдает его жене. А он этот Гет отменил, сказал, я отказ, я не развожу с ней. Гет не действительно, но она его получила в руки. и она потом выходит замуж считая что она разведенная на самом деле она замужняя поэтому постановил что больше так не делали случае не имеет права отменять этот гетт пока если этого где-то нет у него руках барыша на я миша нэш мауш маше мир овощем ира в начале если у человека было два разных имени в одном месте его назвали я не знаю морда хай в другом месте его назвали миша и он в гетте мог писать любое имя которое он хочет и ткина роман гавриэль назакен чьи ехотев и шплони в холь шем ше ешло робан гавриэль постановил чтобы писали человек такой-то и все которые у него не есть поэтому мы если пишем как мы пишем морда хайда микро миша который так это так что все возможные имена были записаны и шплони 2 холь шем ше ешло и женщина так и все ее которые у меня имена и ее и называют тоже пишется там митнете кунау нам из-за того чтобы опять как было в мире чтобы не сказали он сейчас не развелся у него есть гетта он когда я ее не разводил ее зовут рахель она она не там написано рахель она рая или наоборот дальше третья мишна так как мы уже применялись здесь постановление исправления можно сказать арабан гамлиэля следующая третья мишна приводит еще его постановление говорит мишна здесь так третье и н альмана нефраат минихсе етумим эля бишвуа человек когда умер он оставляет мы сказали его наследство остается его детям его жена должна получить свою ктубу чтобы на что-то жить она не имеет права получить ктубу пока она не поклянется что она а что она не поклянется что она еще шелок и бла кулум кемо кола бали пара минихсе етумим что она так как эти дети считаются сейчас сиротами любой кто хочет что-то у них взять должен поклясться что он ничего у них не получил поэтому она клянется что мне муж ничего не дал я еще свою ктубу не получила поэтому говорит дальше мишна ним не умеется ним не умеешь бия но потом беден постановил чтобы она не клялась нет сейчас посмотрим почему потому что так как она ухаживает за этими сиротами за этими детьми она все-таки что-то себе берет имеется ввиду какие-то мелочи на себе оставляет считая что то в этом не платы за то что я за ними ухаживаю за то что я за ними слежу и что получается сейчас она поклянется что она ничего не брала на самом деле она уже получала это будет ложная клятва идти и ткина нет скорее всего это не улице теперь посмотрим и ткин работали на закинчить и нудерет лето мим кольма ширцу бегу вакту вата рабан гамлель постановил что она не клянется но она обещает как бы дает обещание что она ничего не брала это низший более низкий уровень это не клятва бегу а и кто это потом она получает свою тубу а и дим ход мималагет дальше говорит мара мишна свидетели два свидетеля должны подписаться что они свидетели этого где-то что муж дает мне теку на олам из-за того что как идет мир чтобы если она какая-то на данный дирк дэши юан аши им не соотвали им вело тидаганала сытки тувата это канадо едим кеванда едим и сыра карте лу айты церкви маха тима доедим элла шема ямут и хадмина едим и немца гет бро и дим хэн тикну шею хотми на самом деле два свидетеля были достаточно когда муж передает жене гет они как мы видели он ее развел но почему постановили чтобы они подписывали что если не дай бог один свидетель умрет когда спросят беден но она замужняя или нет есть есть два свидетеля которые говорят мы видели что мы удалить гетов дал ей гет она разведена а если умер один то как будет поэтому мудрецы постановили чтобы этот гет подписывался и тогда эту подпись уже другой человек который знает человека может определить я не знаю я это я я это так я не знаю это так тогда я не учил я знаю что будет был такой будет такой вопрос это надо проверить что это были ее же дети или от другого мужа дальше это свидетели это беден это три судьи сами там все должен быть муж там все должны быть два свидетеля даже гришна или литкин пруз буль кроме этого и лель поставил пруз буль метни тику на вам что это запрос буль пруз буль это документе как мы с вами говорили человек который отдал деньги в долг наступает седьмой год все долги отменяются теперь люди что устали не давать деньги в долг тем более когда это было близко к году шмита к седьмому году поэтому и лель постановил что эти перед началом седьмого года человек передает свои долги в беден и да он как человек частное лицо не может его поправить потряговать свои долги обратно а беден имеет право 4 мечта эвит шиньба у в душе нишба у в душе нишба у в душе нишба у в душе нишба у в душе нишу эвит и штабе и штабе и мишу бен хорин лошадь бет тогда были рабы раба который был не еврейский раб эвет кнани его взяли в плен поток и когда его взяли в плен уже его хозяин как бы расчаялся отчаялся его найти отчаялся его снова вернуть себе куда а другие люди его освободили выкупили его из плена есть они выкупили его для выкупили его для того чтобы он снова стал рабом то он становится рабом тому кто его выкупил потому что первый уже отчаялся его вернуть им лошадь бен хурин но и штабе но если вы купили его чтобы сделать его свободным то он больше уже рабом не становится даже втором я ли в плен бандиты или в солдаты и так далее не обязательно там воровали людей тогда тоже рабан чемод бегом бен галер умер бен капу бен ках и штабе рабан чемод говорит нет как бы не было как бы его не остатки не освободили или кто бы его не освободил он должен вернуться к своим первым хозяинами быть у них рабом дальше ним это умеет шелушь то бед полевед я пил от смогли где сочи и нишба али данного вке от мумия почему рабан гаврия это постановит потому что тогда все рабы будут как бы сдаваться в плен солдатам и потому что вы их выкупали выкупали становиться свободными даже гордишь на эмит шиаса у шиаса о рабо апутики ла херим теперь раб которого его хозяин сказал так что я беру хозяин взял деньги и сказал залог этих денег мой раб дальше вещи хрэро шурат один и наэвид хаяфгру а потом он его освободил этого раба по закону говорит этот раб тому кто должен деньги тот допустим не заплатил ничего не должен он освободил а теперь получилось так что первый кто деньги взял в долг он не заплатил долг второй его говорил ты знаешь что я тебя освобождаю а потом говорят где деньги поэтому беды что не получилось так что не сказали первый не пришел стал ты все на мой раб беден заставлял первого его хозяина который взял в долг и не заплатил тоже его освободить и потом пишет письмо сколько стоит этот раб на рынке а не столько сколько денег он должен был заплатить даже если денег которые он сделал больше должен был стоить они были больше чем стоил этот раб раба шум и гомер и но кутэв ээля миша хрэр раба шум говорит ничего о нему не пишет а просто его освобождает а то в рабу решен царик на шалим дыме аэвид лба лохов для мазик сшивудо шерха верохаев а хозяин долга должен заплатить сколько этот раб стоил тому кого он дал взял деньги в долг 5 мишна миша хрэхэ о,эвид и кио бен ху-рин о,вэет етрабо ем-эхад,ве ет отцмо ем-эхад раб который наполовину раб наполовину свободны как так может быть два человека купили одного раба они партнеры и один освободил этого раба сказал окей я тебя освобождаю получается наполовину раб наполовину свободны теперь этот раб день работает на своего хозяина день работает на себя Так считает Бет-Хиллель. Бет-Хиллель говорит, смотрите, вы все сказали правильно в отношении его хозяина, а в отношении его самого. В отношении его хозяина, да, он на него работает, а сам он нет. Почему? Он говорит, смотрите, он не может жениться на служанке, он не может жениться, потому что он на половину свободный. На свободной простой еврейке он не может жениться, потому что он на половину раб. Теперь, что вы оставили его, что он не приносит потомство в этот мир? А мир был создан для того, чтобы люди плодились и размножались, говорит Бет-Хиллель. Шене-Эмар, как написано, не пустим он сделал, чтобы ее заселяли, эту землю Бог создал. Поэтому Бет-Дин заставлял второго партнера его освободить, и писал ему освободительное письмо, и Бет-Хиллель согласились с Бет-Шами, и сказал, что это было как Бет-Шами. Бет-Хиллель. Скорее всего. Бет-Хиллель. Бет-Хиллель. Иисус. Его заставляют, чтобы он его освободил Потому что если уже раб освободился Он должен делать митцвод Как простой еврей Поэтому здесь, когда его заставят быть рабом Он теряет это Не выкупает, говорит Этих рабов, когда их Мишна Если взяли в плен, больше чем их стоимость Из-за того, чтобы мир должен существовать, как он идет Почему, чтобы эти неевреи Не стали делать себя рабами И не видели, что их покупают потом дорого Выкупают за более дорогую цену Потому что вы говорите Все разумно размножаете Все же идет по велению Всевышнего Правильно? А что сейчас происходит? Сознательное уничтожение людей происходит Всего-то так происходит Все равно по воле не может Это противоречие Бог дает людям свободу выбора Бог дает людям свободу выбора Поэтому вот так, к сожалению, сегодня такая система Это выбор людей Дальше Он не работает Он не работает Сейчас посмотрим. Да, как мы и сказали. Ещё раз. Тех, которые взяли в плен, не выкупают больше их стоимости. Даже если это был свободный человек. Эти бандиты бы продали его на рабовладельческом рынке за 50 монет. Больше чем 50 монет его нельзя выкупать, чтобы это не увеличивать. Кроме этого, Эмма Брехина, Ташвуим и Пнетикунаула. Тех, которых взяли в плен, нельзя помогать им убежать. Чтобы не злить тех, которые их своровали, нужно их выкупать. В основном, рабы были еврейские из-за того, что они что-то украли. Например, он украл на тысячу долларов, правильно? Скажем грубо, это месяцная работа. Он месяц отрабатывал, кто уходил. Он должен был двойную цену заплатить. А двойную цену? Два, да. В теории это так сами. В общем, вор должен был заплатить в два раза больше, что он украл. Если не мог, тогда его продавали. И на эти деньги давали тому, кто он украл, а он становился рабом. Но рабом он, видимо, становился на шесть лет, если мы с вами помним правильно. Я не знаю, это хороший вопрос. Рабан Шимон говорит, что он украл, что он украл, что он украл. Как мы сказали, что они сделали, те, кто своровали этих людей и помогли им убежать. Потом тех, которые остались, в следующий раз уже будут заковываться в цепи. Чтобы этого не делали, не помогали им убегать, а выкупали их. Рабан Шимон говорит, что это сделано из-за того, как живет мир. Шеничбу и Моше Исру это не шарим. Но если они взяли в плен одного, то ему можно помочь убежать. Если несколько, то тогда, чтобы других не заковали, мы одному не помогаем. И говорит Мишна, что Гой принес Сефер Тура, Тфилин и Мизузод. Можно у него покупать или нет? Мы покупаем только за ту стоимость, сколько они стоят. Мизузод стоит 50 долларов, не имею права дать ему больше. Почему? Потому что им понравится то, что им платят это, и они будут продолжать воровать. Нет, они своровали это. И мы видим, чтобы они его не осквернили, не выбросили, не испортили. Мы это покупаем. Седьмая Мишна. Говорит Мишна здесь так. Человек, который развелся со своей женой из-за того, что о ней пошел плохой слух, что она стала блудницей, не имеет права больше ее возвращать. То есть, потом хочет помириться, не должен возвращать никогда. За то, что он развелся со своей женой. За то, что она постоянно обещает делать обещания. И он говорил, он ей предупреждал. Он сказал, я не могу с такой женой жить, которая постоянно обещает. Не должен ее возвращать никогда. А дети? Что? Дети кого оставят? Это сегодняшний вопрос. Я не знаю. Дальше. Раби Иуда говорит, что все женщины, которые знали много людей, которые знали много людей, то есть 10 человек услышали об этом женщине, и из-за такого женщины он не имеет права возвращать никогда. И если они не знали много людей, то может вернуться. Если он сказал, что Он не помнит, то он не понимает, что He не видел из-за людей. Только не знал, что Раби Иуда говорит, что его не BERNOS не понимает. Вот почему ему предупреждает, что она не была женщина постоянно обещала, и все знают эти обещания. Я сделаю так и я сделаю так и я сделаю так. А Раби Иуда говорит, что это было только в том случае, когда все знают. Если много людей не знает, он мог вернуться. Раби Иуда говорил, что он должен быть правой, чтобы они не смогли вернуться. Из-за какого обещания он не должен ее возвращать, то обещание, которое сам муж не может отменить, а он должен привезти к мудрецу, чтобы он разобрался, проверил, как ее от этого освободить. С такой женщиной пусть он, если развелся, не возвращает. Еще на целях Хакират Хахам, а там, где он может сам отменить это обещание, то может ее себе вернуть. Адрама сказал, что она не хочет вернуть это. Но это думает, что человек хочет вернуть это, чтобы он не хочет вернуть. Но это узнает, что если Если муж сказал, пообещал, я с тобой разведусь и потом развелся, он имеет право ее себе вернуть. Как? Все, снова кутуба сделает. Снова женится. А если курина? То если курина, все, попал. Да, да, да. В амар обе, даже говорит Мишна, в амар обе, я все борю, да? А все, бе цейдан, бе эхачи, амар ли и что? Ко нам? Вернет ее, если она замуж не вышла. Да. Имени мегерша, мегерших, вегерша. Витир локохамимше, ях зирена. То, как мы сказали, Рассказывает Иосифа Риуда, что был человек, который сказал со своей жене, Я разведусь с тобой и развелся. А потом мудрецы разрешили ему вернуть ее себе. Мипне тикун аулам. Сиде. То же самое для Ливи, да? Да. Теперь. Мы на 5 минут сегодня опоздаем и закончим сегодняшний этот. Говорит здесь так. Говорит. 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 Женщина, которая не может рожать. Ему же и говорит. Я с тобой развожусь, потому что ты бесплодная. Говорит. 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 Субтитры создавал DimaTorzok То, что я тебе сделал, это лучше тебе, чем твои разговоры. Почему? Потому что я с тобой развелся, что ты бездетная. Если бы я знал, что ты можешь рожать детей, я бы с тобой не развелся. Выходит, с этим условием, что я бы с тобой не развелся, твой гет становится недействительным. Если бы я знал, что я должен тебе дать твою ктубу, которая написана в ктубе, деньги, я бы с тобой не развелся. Получается, при этом условия гет недействительны. и дети мамзеры поэтому говорит ей ты лучше не бери к тубу а то что у тебя есть дети уже слава богу и 9 они поженились 5 6 лет не будет он ее развелся да она вышла за другого замуж родила да она говорит дает деньги которые в кубе там он написал если я с тобой разводу здесь тысяча тебе да если она развелась бездетно да но она же родила он развелся потому что она не может рожать она родила награды мои деньги он в рейс сейчас твои деньги если бы я знал что я должен тебе платить когда я с тобой развожусь я бы с тобой не развелся и поэтому гет становится недействительным не не дети не все это гет остается гетом и дети нормально и 9 до 9 мишна а мухер это смогли отбана в легой энтодина то таро фондандо урайтерах матку раба мурдахай говорил молитва права хамим человек он продал себя или своих сыновей гу ним не евреям мы его не выкупаем энтодина то говорит мишна герой на береге льбе каши махара сможет рожками кого не выкупаем который уже привык это дело три раз он себя продал оба подвинет баба ним на хармит от объем но когда отец скончался его сыновей выкупают дальше а мухер это делу логой локеях у мэви мемену бикуриме пнете кунау на человеку продал свое поле не еврею он опять его мудрецы одесса ли ему штраф что он должен брать у этого гоя фрукты и приносить бикурим первинки должен бросить бета-минать несмотря на то что это не его поле потому что человек не должен продолжать в поле что я роги лим кор вегам и махар и хадель нахазор вели кнота минагой чтобы он не продавал свои поляне евреям и даже если он продал он должен постараться его снова выкупить оба ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха мемену и сраэль а локеях мэви мемену бикурим чел один евреи продал поле су эгою второй у этого гоя выкупил кто приносит пирвинки в бета-мигдаш тот кто выкупил второй мипне тикун аулам из-за того что как живет мир даюкан чтей таканод Эми народ или убивается ваши д scan все следующие слова и тогдаiler желе Tomato нах III станет саду за Эмами жалел что выкупи за Steve аг commander доцngulo 就是 escriходит ?" alors ты единственная? if я ошибаюсь мне в oops become a sixth доцngulo, мы не рассеем в effet гостей потому что он не становится ее хозяином. Поэтому они сказали, он не становится хозяином. Первый покупатель должен отдавать Бикурим. Теперь Гой, когда хотел продать это поле, видит, что это поле еще имеет святость, он поднимал цену. Поэтому Хахамин сказали, пусть он не приносит. Потом, когда увидели, что это поле остается у Гоя, сказали, что пусть тот, кто выкупил у Гоя, пусть он приносит первинки в Бетамигдар, чтобы эти поля у неевреев не оставались и не теряли свою святость. Оставалось этих полей у еврейского хозяина. Тоб, Бару Кадуна и Леула, Амин в Амин.